Эти вычисления, они все совершенно правильные и так далее. Но, эту задачу можно решить немножко проще, если вы вспомните такую замечательную теорию. Вот это вот состояние, это на самом деле половина вот этого. Вспоминаем, почему. Любой треугольник, то у него есть замечательная штука. Треугольник, составленный из середины. У него радиус окружности описан в два раза меньше, но при этом, если вы посмотрите на вот эти вот серединные перпендикуляры, то обнаруживается замечательную вещь, что роль точки пересечения высот вот в этом маленьком треугольнике играет центр описанной окружности вот этого большого. Если вы вдумаетесь в это, то обнаруживаете следующую штуку. То есть, если здесь взять середину отрезка CH, то вот эта фигура будет чем? параллелограмма. Значит, отрезок H, M, который нам интересен, это то же самое, что вот этот вот отрезок. Отлично. H, C в два раза больше, чем O, M. Рассмотрим середину отрезка H, C, точка L. Тогда есть два параллелограмма. M, O, L, H и M, O, C, L. Отрезки M, H и O. Да, 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 M, H и O, L. M, H, O, L равны, и O, M, H, L тоже равны. Нам надо найти сумму квадратов двух величин. O, M и M, H. Ну, потому что M, H равняется К, M, да. Сумма квадратов сторон четырех параллелограмма это сумма квадратов диагоналий. Поэтому пиши O, M квадрат плюс H, M квадрат. Одной второй. Да, половина. О, M, H квадрат плюс M, L квадрат. Да. Но M, L это радиус. О, M, H симметричная штука относительно А, В, C. Это расстояние между центром, описанной окружностью, окружностью и ортоцентром. Да. А M, L постоянно, поскольку M, L равно O, C, а O, C это радиус описанной окружности. Да, 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 пишу, пишу. Поэтому такая величина? Симметрическая. Она симметрично зависит, да? То есть от треугольника она зависит, а вот от того, какой именно из шести точек мы взяли, не зависит. Продолжение следует.